Всем привет! Мы начинаем прямую трансляцию онлайн-вебинара Дмитрия Кудинова, директора агентства ComMagic, который называется «Оффлайн-конверсии. Звонки от посетителей сайта». Я думаю, что тема всем достаточно понятна, конверсия всех интересует, всем важна. Главное, это практические инструменты. Итак, Дмитрий, ты готов? Да, я готов. Прекрасно. Мы начинаем. Ну, буквально пару слов, предваряя о том, о чем сегодня мы будем разговаривать. Конечно же, все мы знаем или догадываемся о том, что телефонные звонки, телефонный канал продаж – это самый важный, я бы даже сказал, критически важный канал для любого бизнеса. По статистике, вне зависимости от зоны, в которой оперирует бизнес, будь то интернет-магазин или, может быть, какой-то B2B-бизнес, с оперирующей, с другими юрлицами. Звонки всегда являются самым важным каналом продаж и приносят не менее 50% клиентов, а очень часто даже и намного больше. И несмотря на то, что вроде как важность этого канала мы понимаем, тем не менее большая часть, большое количество маркетологов почему-то не обращаются к этой области, не работают с телефонным каналом продаж. А проблема в том, что если телефонный канал продаж сознательно не исследовать, не измерять конверсию, не повышать эффективность этого канала, то мы теряем очень много клиентов, которых могли бы получить, которые обращаются к нам через этот телефонный канал продаж. Ну и, на мой взгляд, проблема, которая мешает маркетологам, так скажем, сфокусировать свой взгляд на телефонном канале продаж и начать им пристально заниматься, она комплексная. Вообще говоря, здесь даже целых три проблемы. И эти проблемы я как раз и хочу вместе с вами исследовать на сегодняшнем вебинаре, рассказать вам о них и рассказать, как их можно преодолеть. Вот сейчас как раз вкратце мы обзор и сделаем. Итак, первая проблема или первая причина того, что на телефонный канал продаж обращают мало внимания, заключается просто в отсутствии информации о том, что телефонный канал продаж важен. Как я уже сказал, мы очень часто говорим об этом, понимаем, в принципе, что телефонные звонки – это важно, что их нужно обслуживать, что конверсию рекламных компаний в звонки нужно измерять, что нужно учиться разговаривать с покупателями правильно и выстраивать с ними отношения. Но, к сожалению, на практике практически ничего не делаем. И происходит это потому, что просто недостаточно информации. Мы не понимаем, насколько на самом деле этот канал важен и этого не осознаем. И об этом сегодня я буду рассказывать. Первая часть моего вебинара называется «12 фактов о важности телефонного канала продаж». Следующая проблема заключается в том, что существуют различные предрассудки или, как я их назвал в своем вебинаре, заблуждения, которые мешают даже после того, как мы осознаем важность телефонного канала продаж, начать им заниматься. И об этом мы тоже поговорим. Основные предрассудки или заблуждения я рассмотрю и постараюсь их опровергнуть. Ну и в заключение, следующая причина, по которой мы все-таки, ну скажем так, мешкаем и не работаем с телефонным каналом продаж, заключается просто в отсутствии информации, в отсутствии методик описаний, как это правильно делать. Ну и действительно, давайте предположим, что мы с вами заходим на какой-то среднестатистический сайт, портал или форум, посвященный интернет-маркетингу. Их сейчас много, можете сейчас представить себе ваш любимый. Зайдите на него и попробуйте поискать информацию по работе с телефонным каналом продаж. Скорее всего, вы наткнетесь на многочисленные статьи по оптимизации онлайн-канала продаж, по работе с Google Analytics, с Яндекс.Метрикой, по отслеживанию воронки продаж. Но материалов по работе с телефонным каналом продаж, несмотря на то, что он очень важен, практически нет. И вот этот недостаток информации я как раз тоже попытаюсь сегодня заполнить. Итак, первое, о чем мы с вами сегодня поговорим, это важность телефонного канала продаж. Сейчас я приведу несколько фактов, основанных на результатах исследований крупных компаний, таких как Google, исследований телефонного канала продаж. И мы с вами посмотрим, что он действительно очень важен. Итак, факт номер один. 64% владельцев смартфонов используют свои телефоны для онлайн-покупок. Я буду зачитывать основной постулат, приведенный на слайде, и пытаться как-то его комментировать. Вы знаете, цифра сама по себе может быть даже не столько интересная, сколько интересно в совокупности с подписью к этому слайду. Оказывается, это в 4 раза больше, чем в 2010 году. То есть процент пользователей смартфонов, которые используют свои телефоны не просто для какого-то случайного серфинга, например, почитать какой-то блог или сайт метро, а для осознанных покупок, он все более и более возрастает. И это означает, что мы будем с вами получать все больше и больше звонков от этих людей, которые стремятся покупать товары, используя свои телефоны. Факт номер два. 55% поисков со смартфонов заканчивается конверсией. Ну, конечно, конверсией не обязательно будет являться звонок. Это может быть заказ на сайте или просто поход в оффлайн-магазин. Но, тем не менее, это очень большая цифра, и это означает, что все больше и больше людей в итоге будут вам звонить. Факт номер три. Посетители, заходящие на сайт из мобильных устройств, звонят почти в два раза чаще, чем обычные, ну, скажем так, десктопные посетители. Это тоже очень интересный факт, и он на самом деле очень логичный. Вспомните, как вы обычно пользуетесь своим телефоном для серфинга. Конечно же, имея в виду его маленький размер, размер экрана, очень часто не очень удобно искать что-то, например, в интернет-магазине. Гораздо проще зайти на сайт, позвонить, и затем затребовать всю необходимую информацию у оператора интернет-магазина. Ну и, конечно же, это опять будет приводить к тому, что мы с вами будем получать все больше и больше звонков. Факт номер четыре. Объем переходов на сайт из мобильных устройств превысит объем десктопных посетителей в 2015 году. Это тоже очень интересный факт. И вы знаете, когда я первый раз прочитал об этом, я даже на самом деле не поверил. Я полез на сайты, к которым у меня есть доступ, например, в Google Analytics, и попытался построить вот это вот, понять, действительно, есть ли этот тренд, который приведет к тому, что объем переходов на сайты со смартфонов, с мобильных устройств действительно сравняется с десктопным трафиком, а может быть даже и превысит его. И я сейчас хочу продемонстрировать картинку, итог этого моего мини-исследования, которое я получил практически на всех сайтах, на которых я догадался посмотреть эту статистику. Смотрите, здесь мы видим круговую диаграмму, показывающую объем посетителей, заходящих на сайт, использующих разные типы устройств, десктопы и мобильные, для одного и того же сайта. Это крупный интернет-магазин, и данные приведены за август 2012 года. Вы видите их слева на круговой диаграмме. И за точно такой же период в этом, в текущем году. Смотрите, какая интересная тенденция. В прошлом году, в августе, 80% посетителей использовало ноутбуки и свои обычные десктопные рабочие компьютеры для серфинга в этом интернет-магазине. В этом году количество таких посетителей уменьшилось на 15% в процентном отношении. Соответственно, доля планшетов и мобильных устройств увеличилась на 15% в сумме. И если прикинуть, как будет дальше развиваться эта тенденция, тот факт, о котором я упоминал, он действительно реален. Где-то в 2015 году в этом интернет-магазине количество посетителей, использующих для серфинга мобильные устройства, станет больше 50%. И это, опять же, приведет к тому, что количество звонков, количество продаж, которые интернет-магазин будет делать именно с помощью телефонного канала продаж, будет все более и более возрастать. Факт номер пять. 53% покупателей называют недостаток человеческого общения основной причиной отказа от покупок в интернет-магазинах. Ну, здесь, я думаю, этот факт знаком всем, кто пытался когда-либо что-то в магазине купить. Конечно же, нам не хватает человеческого общения. И, конечно же, покупки в интернет-магазине в чем-то похожи на покупки в офлайн-магазине. Нам нужна консультация, нам нужны ответы на вопросы. Более того, в России вообще к интернет-покупкам относятся с некоторым недоверием. Нам просто часто нужно позвонить, чтобы убедиться, что на той стороне, на стороне сайта кто-то есть, наш заказ примут. Ну и вообще говоря, этот интернет-магазин существует, и он готов нужный товар нам отгрузить. Поэтому посетители хотят звонить, и посетители абсолютно точно будут продолжать звонить. Факт номер шесть. 63% покупателей интернет-магазинов изучают товар на сайте, а затем делают заказ по телефону. Вот это тоже очень интересный факт, и очень интересная цифра 63%. Дело в том, что сейчас я рассказываю на примерах исследований, которые проведены были различными крупными независимыми компаниями и агентствами. Мы в своей компании тоже проводили подобные исследования, и в результате та цифра, которую мы получили, она была, по-моему, 61%. То есть на двух независимых исследованиях мы в результате получили одну и ту же цифру. Итак, 60% это такая вот средняя цифра, можно так сказать, средняя по больнице, какое количество посетителей всегда будут пользоваться именно телефонным каналом продаж для того, чтобы делать покупки. Факт номер семь. 30% средняя конверсия телефонного звонка в покупателе. Это означает, что каждый третий, позвонивший в вашу компанию, это ваш покупатель. И если вы теряете звонки или не умеете правильно строить отношения с покупателем, не умеете с ним общаться, с тем, кто звонит в вашу компанию, то вы будете терять клиента. Каждые три пропущенных звонка – это один потерянный клиент. Факт номер восемь. 61% компаний называют телефонный канал продаж самым качественным и самым важным источником клиентов. Это тоже очень показательный факт и интересно, что это как раз коррелирует с процентом посетителей, которые используют именно телефонный канал продаж для того, чтобы делать покупки. Однако, мне кажется, что в России, если бы подобный опрос был проведен, та цифра, то количество компаний, которые считают телефонный канал продаж самым важным источником клиентов, было бы меньше. Потому что, по моему опыту, могу точно отметить, что в России телефонный канал продаж очень сильно недооценен. Но факт есть факт, и на Западе цифра именно такая. Факт номер девять. А теперь, смотрите, мы переключаемся с фактов, доказывающих то, что телефонный канал продаж является самым важным каналом продаж в компании, с таких позитивных фактов, на немножко, так скажем, негативные факты. Сейчас я с помощью нескольких фактов преподнесу вам результаты исследования, которые проводила наша компания. Исследование заключалось в обзвоне, который мы сделали, примерно позвонив чуть более чем тысячи компаний, размещающих рекламу в Яндекс.Директ. В нашем исследовании участвовали компании, которые размещают рекламу по поисковым запросам с стоимостью клика от 2 до 20 долларов. Это означает, что эти компании готовы довольно дорого платить за своих потенциальных клиентов. И вот нам стало очень интересно проверить, насколько эти компании готовы выстраивать процесс отношений с клиентом, насколько они вообще готовы работать с телефонным каналом продаж и осознают важность этого канала. Так вот, мы позвонили в тысячу компаний, попытавшись купить товар или услугу, которую эти компании предлагают. И смотрите, какой интересный факт выявился на первом шаге. 25% компаний просто не подняли трубку, либо мы наткнулись на сигнал «Занято». Это означает, что как минимум 25% компаний в России просто не готовы обслуживать, не готовы работать с телефонным каналом продаж, несмотря на то, что они тратят большие деньги на рекламу, в том числе в Яндекс.Директ. Итак, факт номер десять. 47% компаний берут трубку после 20 и более секунд ожидания. Это тоже факт, который выявился в результате нашего исследования. И смотрите, почему именно 20 секунд. Дело в том, что мы провели дополнительный опрос покупателей интернет-магазинов и выяснили, что в среднем покупатели интернет-магазинов заявляют, что они не готовы ждать больше 20 секунд, если трубка на той стороне не берется. После примерно 20 секунд ожидания, это, конечно же, такая цифра среднеарифметическая, выведенная на большом количестве ответов посетителей. Примерно после 20 секунд трубка будет квасаться, и посетитель будет звонить конкуренту. Итак, как оказалось, 47% компаний, то есть практически половина из тех, кому мы все-таки дозвонились, брали трубку после 20 секунд, то есть этот интервал уже не выдерживался. Это тоже такой очень тревожащий факт. Факт номер одиннадцать. 18% компаний не могут помочь сразу или вообще отказываются консультировать. Это тоже факт, который мы установили в результате исследования, которое мы проводили. Для того, чтобы понять, насколько в компании готовы помогать нам делать покупку, мы задавали вопрос общего характера. Ну, например, позвонив в интернет-магазин, торгующий мобильными телефонами, мы спрашивали, а не могли бы вы нам оказать консультацию и помочь подобрать определенный телефон. Так вот, если оператор был готов с нами сотрудничать, шел на встречу и оказывал консультацию, ставили плюсик. Если не был готов, ставили минус. Соответственно, в 18% случаев, то есть практически в каждом пятом звонке, мы получили примерно такой ответ. Я не могу вам ничем помочь, я не компетентен в этом вопросе, или перезвоните через пару часов, подойдет мой коллега, который с вами поговорит, или, может быть, давайте мы запишем ваш номер телефона и потом с вами свяжемся и тоже с вами пообщаемся. Конечно же, покупателя такой вариант не устраивает, и, конечно же, покупатель не будет готов ждать, а просто сразу же пойдет конкурент. Ну и факт номер 12, заключительный. В результате нашего исследования, простым подсчетом, мы выявили факт, что в России два из трех потенциальных клиентов, которые обращаются в компанию с помощью телефонного канала, теряются. То есть каждая среднестатистическая компания недопродает примерно двум человекам из трех. Это очень тревожащий факт, и, конечно же, это показывает, что в России совершенно не понимают важность телефонного канала продаж и не умеют с ним работать. Ну и давайте подведем итоги и сделаем выводы из того, что я только что рассказывал. Итак, позитивный факт. Все больше мобильных устройств, все больше звонков. Это означает, что все больше людей будут пользоваться телефонным каналом продаж, все больше людей будут звонить, и если мы будем готовы обслуживать этих людей, то конверсия, общая конверсия наших рекламных компаний будет повышаться. Вывод номер два. Посетители определенно хотят звонить, и мы это с вами видели. Посетители, несмотря на то, что они заходят на ваши сайты и вполне могут совершать покупки в интернете, очень часто хотят поговорить с вами, что называется, вживую. И это неоспоримый факт, который невозможно опровергнуть. Факт номер три. Звонки приносят клиентов. Вспомните, по статистике каждый третий звонок это клиент компании, он заканчивается продажей. И по нашим данным 60% компаний, то есть подавляющее большинство, все-таки говорят о том, что телефонный канал продаж это самый важный канал продаж. Ну и последний вывод, который мы с вами можем сделать из заключительной части тех фактов, которые я приводил. В России компании совершенно не умеют работать со звонками. Конверсия телефонного канала продаж в России очень низкая. И с одной стороны это плохо, но с другой стороны это может быть даже хорошо. для тех, кто осознает проблему и будет готов с ней работать, открываются очень большие перспективы. Следующая причина, следующая проблема, о которой я хотел бы с вами поговорить, это заблуждения, которые мешают начать работу с миром оффлайн конверсии. Дело в том, что даже после того, как маркетолог или аналитик осознал необходимость работы с миром оффлайн конверсии, с телефонным каналом продаж, есть несколько предрассудков, которые препятствуют тому, чтобы эта работа началась. И давайте мы с вами рассмотрим наиболее частые из них. Итак, заблуждение номер один. Без анализа звонков можно обойтись. Ну, на самом деле, первая часть моего вебинара, те факты, которые я вам приводил, уже очень хорошо говорят и обычно очень хорошо убеждают в том, что без анализа звонков обойтись невозможно. Ну, я хочу привести вот такую вот иллюстрацию, которая как бы подытоживает все то, о чем я говорил. Мы видим 60% конверсий, которые совершаются именно благодаря телефонному каналу продаж и которые мы упускаем, если мы с телефонным каналом продаж не работаем. Вообще говоря, маркетолог, который работает только с онлайн конверсиями, использует, например, Google Analytics или Яндекс Метрику, и несмотря на то, что он осведомлен, насколько оффлайн канал продаж важен, не пытается анализировать и повышать его эффективность, подобен, ну не знаю, человеку, который живет с одним глазом и просто не может, скажем так, воспринять полную картину мира. Поэтому это действительно заблуждение и без анализа звонков обойтись невозможно. Заблуждение номер два – онлайн и оффлайн несовместимы. Ну, действительно, для человека, который осознал необходимость работы с телефонным каналом продаж, очень сложно сделать следующий шаг – понять, а как же совместить эти данные, которые мы можем получать благодаря звонкам, например, подсчитывая их количество, и благодаря, ну, например, системам веб-статистики, инструментам веб-статистики, таким как Google Analytics или Яндекс Метрика. Кажется, что у нас есть онлайн-конверсии или онлайн-данные, такая вот одна прямая, и оффлайн-конверсии, которые параллельны и вроде как друг с другом не пересекаются. Но на самом деле это тоже заблуждение, и вот эти две, на первый взгляд, параллельные прямые на самом деле очень хорошо пересекаются друг с другом. И сейчас я хочу вам показать, как это происходит. Итак, технология работы колл-трекинга или подмены источника звонков на самом деле очень простая. И заключается она в следующем. Например, давайте представим, что у вас есть какая-то рекламная кампания, данные по которой вы хотите анализировать. Ну, возьмем самый распространенный тип рекламных кампаний – это Яндекс Директ. Посетитель переходит на ваш сайт из Яндекс Директ. На вашем сайте установлен инструмент, ну, давайте будем говорить инструмент колл-трекинга. Этот инструмент колл-трекинга распознает посетителя как перешедшего из рекламной кампании звонки, по которой вы хотите отслеживать, и показывает на сайте специальный, выделенный именно для этого рекламного канала номер телефона. Посетитель видит на сайте этот номер телефона, и, допустим, один из десяти, может быть, один из двадцати решает вам позвонить. Он берет телефонную трубку, набирает номер телефона, который он видит на сайте, и попадает в ваш колл-центр. Ну, по пути к вашему колл-центру установлен специальный инструмент, который называется виртуальный АТС. И это виртуальный АТС фиксирует факт звонка на тот номер, который был подставлен для посетителя из рекламной кампании, и в этот же самый момент переадресует ваш звонок на ваш обычный колл-центр. То есть на тот номер, где сидит оператор или, например, специалист отдела продаж, который готов общаться с клиентом, который готов его консультировать, и, в общем, который продолжит беседу. Сама переадресация происходит мгновенно, нельзя сказать даже, что она занимает какую-то долю секунды, то есть позвонивший посетитель вашего сайта попросту не успевает заметить, что произошла какая-то переадресация, и звонок куда-то переадресован. Оператор разговаривает с посетителем, звонок записывается, и после того, как звонок закончен, данные по этому звонку попадают в различные отчеты, с которыми вы потом уже можете знакомиться, из которых информацию вы можете забирать. Например, вы можете прослушать звонок, вы можете поставить метку в зависимости от того, насколько этот звонок был успешным, привел ли он к продаже, или, наоборот, продавец не смог грамотно проконсультировать клиента. Также вы видите общую статистику звонков, и это помогает принимать дальнейшие решения о работе с этим рекламным каналом. Таким образом, получается, что онлайн и офлайн вполне совместимы друг с другом, и, в общем-то, эти две, на первый взгляд, параллельные прямые, очень хорошо и очень просто пересекаются с помощью технологии подстановки номеров телефонов в зависимости от источника посетителя. Заблуждение номер три. Можно учитывать звонки вручную. Это тоже очень распространенное заблуждение, и оно актуально уже для тех, кто осознал важность работы с телефонным каналом продаж. На мой взгляд, примерно 30-35% компаний, в которых уже ведется какая-то работа в области повышения конверсии телефонных каналов продаж, страдает из-за этой проблемы, из-за этого заблуждения. Ну, очень часто это выглядит так. Например, у нас есть какой-то листочек, звонки принимает секретарша, опрашивает посетителей о том канале, откуда посетитель обратился в компанию, пытается все это дело фиксировать, делать какие-то сводные отчетики и раз в неделю отправлять e-mail своему руководителю с этой информацией. Более продвинутые варианты, которые я видел, заключаются в том, что это уже не бумажка, не листочек бумаги, а, может быть, какой-то Excel-файл. Или, может быть, какой-то файл в Google Docs или в SharePoint, который используют все сотрудники компании, работающие с клиентами. Ну, в общем-то, если немножко подумать о самой технологии и о том, какую погрешность может привнести в результаты такого вот типа исследований, такого типа фиксации источников звонков, сам метод сбора данных, будет понятно, что это заблуждение. И я сейчас хочу проиллюстрировать это заблуждение с помощью вот такой вот интересной картинки. Сейчас на картинке вы видите, скажем так, путь стандартного среднестатистического посетителя от первого посещения, от первого захода на ваш сайт до того момента, когда посетитель сделает звонок. И действительно, на текущий момент тренды таковы, что большинство посетителей, прежде чем сконвертироваться, то есть сделать какое-то целевое действие, заказ на сайте, звонок или еще что-то, приходят на сайт несколько раз, изучают его, сравнивают с конкурентами и, в общем, в итоге решаются на покупку. И на этой иллюстрации очень хорошо видно, здесь как раз проиллюстрирован процесс, когда посетитель приходит на сайт, чтобы получить какую-то информацию по услуге, которая его интересует, по страхованию машины. В первый раз посетитель приходит на наш сайт из какой-то контекстной рекламы. Допустим, это Яндекс.Директ. Он набирает запрос застраховать машину, находит наш сайт, смотрит, читает информацию о страховке. Логично, что он знакомится, конечно же, с большим количеством предложений конкурентов. В этот раз, может быть, мы его не смогли заинтересовать, может быть, он просто получил ту информацию, которую искал, он уходит, так и не совершив целевого действия. Затем этот посетитель приходит на наш сайт еще раз. Давайте для примера считать, что в этот раз он воспользовался рекламным каналом Google AdWords, то есть набрал запрос «Каско.Росгострах.Расчет» в поисковой системе Google и пришел на наш сайт с помощью объявления из Google AdWords. Мы видим, что посетитель уже не просто собирает общую информацию, а сравнивает различные предложения конкурентов. В этот раз, скорее всего, он получил от нас некое целевое предложение и ушел, чтобы обдумать его. И вот, смотрите, у нас есть третье посещение. Теперь посетитель приходит на наш сайт, уже уверенно набирая название нашей компании в поисковых системах. Пусть, для примера, это будет поисковая система Яндекс. Он заходит на сайт по названию нашей компании, берет трубку, набирает наш номер и, наконец, делает заказ. Так вот, давайте представим, как этот метод сбора информации вручную будет работать с этим пустителем. Ну, наверное, на примере этой секретарши, будь я на ее месте, я бы спросил у этого позвонившего пустителя, скажите, пожалуйста, по какому каналу вы к нам обратились? Как вы нас нашли? Ну и, скорее всего, вот я сейчас подумал, возможно, два варианта ответов. Первый вариант, что ответит пуститель? Он может ответить так, я пришел к вам из интернета. И, кстати говоря, вот на тех вот многочисленных бумажках, листочках, которые я изучал, готовясь к этому вебинару, вариант ответа из интернета, он как раз наиболее частый. Ну и, как вы, наверное, догадываетесь, этот вариант ответа нам вообще ничем не поможет. Второй вариант, который может произнести позвонивший посетитель, он может назвать одну из рекламных кампаний, которую он запомнил. Может быть, он скажет «Яндекс.Директ», может быть, он скажет «Яндекс», может быть, он скажет «Гугл Эдвардс». Но на самом деле, что бы он ни сказал, вероятность того, что он ошибется и назовет не тот рекламный канал, из которого он в действительности пришел или который помог ему сделать покупку, она близка к 100%. Поэтому я совершенно четко утверждаю, что такой метод сбора информации об источниках звонков вручную, он является заблуждением, и никакой полезной информации компании просто не приносят. Заблуждение номер четыре. Коутрекинг – это сложно. Ну, это на самом деле такое очень частое заблуждение среди новичков в этой сфере. То есть вроде как понятно, что телефонный канал продаж нужно анализировать, нужно повышать его эффективность, но как к этому подобраться сходу непонятно. Дело в том, что я вот сейчас показываю на примере CoMagic, на примере того инструмента колл-трекинга, которым я, собственно, непосредственно занимаюсь. Настройка инструмента, инсталляция его на сайт – это дело, которое, ну, скажем так, на это нужно потратить времени не больше, чем на настройку счетчика Live Internet или Google Analytics, который вы устанавливаете себе на сайт. Шаг номер один. Мы просто регистрируемся, получаем код, который непосредственно устанавливается на сайт, например, рядом с тем же счетчиком Google Analytics или Яндекс.Метрика. И шаг номер два, который нужно сделать, чтобы колл-трекинг заработал – это пометка специальным HTML-тегом на сайте тех мест, где выводится номер телефона. Это нужно для того, чтобы инструмент колл-трекинга знал, в каком конкретном месте вашего сайта находится номер телефона, где нужно осуществить подмену для того посетителя, который должен увидеть определенный номер телефона. Ну и в самом идеальном случае, если вы владеете минимальными навыками HTML, вся процедура настройки инструмента колл-трекинга занимает, ну, примерно 10 минут. Я имею в виду его процесс настройки на работу с определенным сайтом. Если же вы не знаете, что такое HTML, ну, в этом случае, конечно, настройка займет больше времени, вам нужно об этом кого-то попросить. Таким образом, буквально 10-15 минут проходит с того момента, когда вы получаете в свое распоряжение аккаунт с инструментом колл-трекинга, до момента, когда, собственно, этот инструмент уже готов к работе, и на вашем сайте работу по повышению оффлайн-конверсии вы можете начинать. Ну и последнее заблуждение, с которым я постоянно сталкиваюсь. Почему-то есть такое предубеждение, что колл-трекинг – это какая-то очень дорогая услуга, какой-то очень дорогой сервис, который неизвестно вообще, окупится или нет. Ну и, в общем, люди представляют, что объем вложений, который необходим для того, чтобы начать анализировать оффлайн-конверсии, он какой-то очень большой. Я хочу опровергнуть это заблуждение такой вот простой картинкой. Смотрите, на одной чаше весов у нас лежит стоимость двух звонков в среднестатистическую компанию. На другой чаше весов лежит месяц работы сервиса колл-трекинга. Так вот, для большинства компаний, для большинства бизнесов, месяц работы сервиса колл-трекинга – это цифра, которая меньше, чем два звонка, которые вы можете получить в вашу компанию, чем стоимость этих звонков. Ну, если не верите, можете зайти на сайт и убедиться, посмотреть, сколько это стоит. Поэтому то, что колл-трекинг – это дорого, это действительно большое заблуждение. И, в общем, очень жаль, если кого-то это отвращает от того, чтобы наконец начать работу с оффлайн-конверсиями. Итак, мы с вами поговорили об основных заблуждениях, которые мешают начать пользоваться инструментами колл-трекинга, ну или вообще говоря, начать повышать эффективность телефонного канала продаж. И теперь мы переходим к, наверное, самому главному разделу сегодняшнего вебинара. Я хочу дать вам несколько советов, рассказать о методиках, с чего все-таки начинать, и что конкретно делать для того, чтобы конверсия вашего телефонного канала продаж повысилась, для того, чтобы звонков пропущенных стало меньше, а клиентов, обращающихся к вам через телефонный канал взаимодействия, через телефонный канал коммуникации, стало больше. Итак, давайте посмотрим. Совет номер один. Настройте учет звонков по всем основным рекламным кампаниям. Вообще говоря, я даже сейчас немножко изменю формулировку этого совета. Давайте предположим, что у вас три рекламных канала, и они точно такие же, как вот здесь, которые приведены у меня на картинке. К примеру, первый рекламный канал, где изображен логотип Google – это поисковое продвижение. Сюда мы включим переходы из всех поисковых систем, включая Google, Яндекс и все остальные. Второй рекламный канал – это Бегун. И третий рекламный канал – это Яндекс.Директ. В таком случае вы должны использовать не три, а четыре канала – количество звонков, из которых вы будете измерять. И четвертым каналом будет канал, в который будут включаться все остальные пустители, пришедшие к вам не из одного из этих определенных каналов продаж. Точнее, источников пустителей. Четвертый канал нужен для того, чтобы помочь вам предупредить ситуацию, когда, например… Ну, давайте представим ситуацию на примере. Вот у нас есть три канала. К примеру, мы получили через поисковые системы 23 звонка в день, через Бегун – 27 звонков в день, через Яндекс.Директ – 15 звонков в день. Если у нас нет четвертого канала, благодаря которому мы отслеживаем звонки всех остальных пустителей, мы могли бы, например, проглядеть тот факт, что у нас есть 50 звонков, которые делают пустители, переходящие на наш сайт, из какого-то другого канала, может быть, о котором мы не подозреваем, и который не включен в три основных, в которые мы вкладываем деньги. Поэтому общий совет такой – используйте количество каналов, по которым вы измеряете звонки, равное количеству ваших рекламных кампаний, плюс еще один, в который, ну, грубо говоря, мы запихнем всех остальных пустителей, которые приходят из других… из каких-то других каналов, которые мы не отслеживаем. Совет номер два – считайте не просто звонки, считайте качественные звонки. Чтобы рассказать подробнее об том, что я имею в виду, мне понадобится такой вот простой рисунок. Такая диаграммка, на которой изображены все ваши звонки. Это четыре типа звонков, которые есть у любой компании. Давайте посмотрим, что это за типы звонков. Итак, первый тип – эти вот красненькие – это так называемые непринятые звонки. Ну, из названия очевидно. Это когда посетитель берет трубку телефона, пытается дозвониться в вашу компанию, а с другой стороны никто не берет трубку или он слышит сигнал «занято». Как мы с вами убедились, на результатах нашего статистического исследования количество непринятых звонков, так скажем, в среднем по больнице составляет 25%. Конечно же, эти звонки не могут являться качественными, и их нельзя, так скажем, за честь принять в расчет при расчете конверсии ваших рекламных каналов. Следующий тип звонков называется повторные. Ну, здесь тоже все логично. Один и тот же посетитель, прежде чем стать вашим клиентом, а может быть уже после того, как он стал вашим клиентом, может названивать вам несколько раз, задавать какие-то уточняющие вопросы, спрашивать вас снова и снова или просить пересчитать какую-то смету. В общем, вы свободно можете получить от одного покупателя 2, 3, 4, 5, а иногда и больше звонков. Конечно же, считать повторные звонки качественными нельзя, и складывать их, опять же, в копилку конверсий для рекламной кампании тоже неправильно. Третий тип звонков называется нецелевые звонки. Вот с этими звонками уже сложнее. В любую кампанию время от времени, а вообще говоря, довольно часто, звонят какие-то странные люди, которые хотят купить или заказать что-то, чем компания, вообще говоря, не занимается. Происходит это по разным причинам. Может быть, неправильно настроена рекламная кампания. Может быть, допустим, в Яндекс.Директе, когда вы создаете рекламную кампанию, вы настроили ее с охватом большим, чем необходимо, и захватываете тех посетителей, тех посетителей, которые переходят на ваш сайт, но на самом деле они интересуются совершенно не тем, что предлагает ваша компания. Иногда мы видим какие-то вообще совершенно странные звонки, когда люди просто не понимают, куда они попали. Так вот, эти звонки, конечно же, нельзя считать качественными, их опять нужно минусовать при расчете конверсии рекламного канала. Ну и остаются хорошие качественные целевые звонки. Это звонки от потенциальных клиентов, которые действительно звонят в вашу компанию, чтобы приобрести ваши услуги или ваши товары. Ну и так это выглядит в теории. А давайте посмотрим, как это выглядит на практике. На практике это может выглядеть как вот такая вот, как называют маркетологи воронка продаж или воронка конверсии. Я здесь выделил красным те пункты, те цифры, на которые я хочу обратить ваше внимание. Давайте посмотрим. Смотрите, за определенный день у нас было всего 128 контактов. Ну или в данном случае 128 звонков. Из них один звонок был потерян, то есть одного посетителя позвонившего мы уже потеряли. 22 звонка было повторных. Это как раз были те посетители, которые звонили два или более раз, чтобы уточнить какие-то детали. И аж 32 звонка было не целевых. Это те посетители, которые звонили в компанию, пытаясь купить что-то, что мы не продаем. И в итоге из 128 звонков, которые получила за день наша компания, качественных контактов всего 73. Это означает, что конверсия на самом деле... Если мы сравним... Вот сейчас вернусь на один слайд назад. Опять хочу показать вам диаграмму. Если мы сравним общее количество обращений, или в данном случае общее количество звонков, которые получила наша компания, и количество качественных, то качественных будет чуть более половины. И это характерно для любой компании. В общем-то, совершенно нормальная ситуация. Просто вы должны уметь с помощью того инструмента, которым вы пользуетесь, это анализировать. Иначе информация о количестве звонков по рекламным кампаниям, которые вы будете получать, она будет содержать в себе много шума и, в общем-то, не будет позволять делать какие-то продуктивные и полезные для бизнеса выводы. Третий совет. Анализируйте, какие запросы из поиска или из контекстной рекламы приносят звонки. Ну, вот это на самом деле совет уже для более таких умудренных опытом маркетологов, которые уже используют колл-трекинг, которые уже занимаются анализом источников звонков. Я знаю, что динамический колл-трекинг пока еще довольно редкая на российском рынке функция, и хочу обратить ваше внимание на то, что это часто бывает очень полезным. Используя динамический колл-трекинг, то есть подставляя телефонный номер не просто для всех посетителей из какого-то конкретного рекламного канала, а подставляя каждому посетителю сайта, переходящему из определенной рекламной кампании, индивидуальный номер, мы добиваемся очень полезной цели. Мы видим не просто из какого рекламного канала был звонок, а мы еще видим, кто тот посетитель, который нам позвонил. Мы видим, откуда он пришел конкретно, с какой странички, по какому объявлению кликнул, по какому поисковому запросу нашел. Ну и вообще говоря, у нас открывается целый новый мир. Мы видим, что этот посетитель делал на сайте, как часто он к нам приходил. Мы даже можем посмотреть, например, после какого посещения он в итоге созрел нам позвонить. Ну и повторюсь, это совет для тех, кто уже овладел базовыми возможностями колл-трекинга, кто уже использует инструменты колл-трекинга и думает, какую еще пользу можно из этих инструментов извлечь. Совет номер четыре. Учитывайте не только звонки, учитывайте статистику по всем каналам коммуникаций. Это тоже очень важно и проиллюстрировать это я хочу тоже на примере вот такой вот картинки. Смотрите, здесь в таком вот немножко веселом разноцветном виде изображены все гипотетические посетители вашего сайта. Давайте представим, что вот этот набор посетителей, это те посетители, которые пришли на ваш сайт, скажем, вчера. И предположим, что эти посетители делают на вашем сайте. Понятно, что какая-то часть из них позвонит вам по телефону. Если у вас на сайте есть инструмент для, ну скажем так, звонков сайта. Ведь какой-то определенной категории людей будет просто неудобно звонить вам по телефону. Им удобнее просто взять гарнитуру с наушниками и позвонить вам через сайт. Также, если у вас есть онлайн-консультант, какое-то количество людей напишет вам через него, используя этот канал связи. Кроме того, вы можете получить какое-то определенное количество заявок, отправленных вам на e-mail или, например, заполненных форм обратной связи. Ну и большинство посетителей, как это ни прискорбно, приходят на наш сайт и никаких определенных действий, которые мы от них ожидаем, не выполняют. Они просто уходят. Ну и, конечно же, это нормально. Итак, смотрите, если мы рассмотрим различные каналы коммуникации с посетителями сайта, то кроме звонков, кроме обычных телефонных звонков, у нас есть еще и другие важные каналы. И, конечно же, если мы будем обращать наше внимание только на статистику звонков, при этом игнорируя остальные каналы коммуникации, то мы с вами допустим точно ту же самую ошибку, о которой я говорил в начале вебинара. Помните, я приводил в пример маркетологов, которые занимаются только онлайн-конверсиями и не догадываются, что 60% клиентов, точнее 60% посетителей сайта становятся клиентами именно с помощью телефонного канала продаж. Так вот здесь та же самая история, только с точностью да наоборот. Анализируя звонки, конечно же, нельзя забывать об остальных каналах коммуникаций, об остальных видах целевых действий, которые посетители делают на вашем сайте. Ну и в зависимости от того инструмента, которым вы пользуетесь, у вас эта информация либо есть, либо ее, как говорится, нет. Я привожу в пример, опять же, инструмент, разработкой которого я занимаюсь. И в этом инструменте есть специальный отчет, который сводит всю информацию по различным каналам коммуникаций, ну в виде вот такой вот таблички в виде единого отчета. То есть мы с вами можем наблюдать не просто количество звонков, а количество всех различных целевых действий, количество всех целевых контактов, которые мы получили с помощью различных каналов коммуникаций, которые реализованы на нашем сайте. Ну и, конечно же, эту информацию нужно смотреть не просто в общем, например, вот в том отчете по дням, который приведен сейчас на слайде, но и по каждой рекламной кампании, которую вы проводите в отдельности. Совет номер пять. Исключите возможность не дозвониться к вам. Используйте виртуальную АТС. Ну, это может быть даже не столько технологический, сколько более организационный совет. Виртуальная АТС – это очень популярная штука, которая сейчас пользуется все больше и больше компаний, вне зависимости от размера, и крупные, и средние, и мелкие. И это такой простой инструмент, который позволяет выполнять, например, переадресацию с различными настройками, переадресацию входящего звонка. Ну и давайте посмотрим, как этот инструмент можно применить для того, чтобы исключить возможность не дозвониться для ваших посетителей. Итак, давайте предположим, что вы используете виртуальную АТС, и все входящие вызовы поступают на какой-то определенный единый многоканальный номер вашей компании. Виртуальная АТС обслуживает эти вызовы, и в зависимости от того сценария обработки входящих звонков, в который настроен виртуальный АТС, входящий звонок может быть обработан совершенно по-разному. Ну давайте предположим, что в вашей компании есть отдел продаж, который принимает все входящие звонки, и звонок переадресовывается на отдел продаж. А теперь давайте предположим, что сотрудники отдела продаж дружно решили устроить себе перекур и удалились из своего офиса, соответственно, на звонок они ответить не могут. Что в этом случае делает виртуальная АТС? Виртуальная АТС ждет, к примеру, 15 секунд, пока кто-то снимет трубку, и после этого звонок переадресовывается на мобильные номера. Да, допустим, на мобильные номера тех же менеджеров по продажам, которые сейчас вышли покурить и которые не смогли взять трубку. Давайте еще усилим саспенс. Давайте предположим, что мобильных телефонов у этой группы наших сотрудников просто не оказалось с собой. Что в этом случае может сделать виртуальная АТС? В этом случае мы можем подключить какой-то экстренный сценарий обработки звонка. Ну и в нашем случае это будет переадресация звонка на мобильный директор. Директор, конечно же, как самый обязательный человек в компании, поднимет трубку, поговорит с посетителем, который решил позвонить, и отдел продаж, вызов от которого не смог принять, а затем зайдет в отдел продаж, ну и скажет сотрудникам все, что на них думает. Ну и на самом деле вот эта схема, которую я сейчас показал на этом слайде, хоть она такая немножко шуточная, но это схема, которая применяется в большинстве компаний, использующих виртуальный АТС, и она позволяет достигать минимума потерянных звонков. Ну, конечно же, с какими-то вариациями, например, аварийным случаем может быть не переадресация на мобильный директор, а переадресация на какой-то суппорт группы ваших сотрудников, которая будет всегда доступна. В общем, с помощью виртуальной АТС количество потерянных звонков в вашу компанию или количество недозвонов можно снизить, ну если не до нуля, то до какого-то критического минимума, до какого-то допустимого минимума. Совет номер шесть. Звонки во внерабочее время — это тоже ваши клиенты. И здесь опять нам на помощь приходит виртуальная АТС. Дело в том, что если вы начнете анализировать входящие звонки, будете смотреть статистику по ним, вы обязательно увидите, что ваши потенциальные клиенты звонят вам и после окончания рабочего дня. Может быть, если в шесть часов все ваши сотрудники дружно покидают офис, вы получите неотвеченный звонок в 18.05. Может быть, это произойдет в семь часов, может быть, в восемь. Но вы совершенно точно увидите, что потенциальные клиенты, люди, которые заинтересованы в ваших услугах, постоянно звонят вам в нерабочее время. И сейчас, если вы этого не видите, вы теряете эти звонки. Так вот, виртуальная АТС поможет решить и эту проблему. Давайте предположим на примере, как может выглядеть сценарий обработки входящего вызова для того, чтобы и эта проблема была решена. Смотрите, если во время рабочего дня идет входящий звонок, виртуальная АТС перераспределяет этот вызов на все тот же отдел продаж, который обрабатывает его. После того, как рабочий день закончен, в дело вступает сценарий, специальный сценарий, который переадресовывает входящие звонки на мобильный номер. Например, это может быть мобильный номер некого дежурного сотрудника, который, допустим, в каждый определенный день недели, это может быть отдельный сотрудник, с которым есть договоренность, что он, скажем, будет принимать звонки с 6 до 8 часов вечера. Этот сценарий обработки входящих вызовов также применяется в большом количестве компаний, и он позволяет снизить до приемлемого минимума количество неотвеченных вызовов даже в нерабочее время. Кстати говоря, мы в своей компании тоже с удовольствием используем этот метод обработки звонков в нерабочее время, и вы знаете, сейчас мы продвинулись уже даже на следующий этап. Мы теряем, конечно же, минимум звонков, но по статистике я наблюдаю, что примерно 3-4 звонка в неделю мы теряем. Это звонки от посетителей сайта, которые вдруг ни с того ни с сего решают нам позвонить, ну, скажем, в час или в два ночи, или в 4 утра. Конечно же, 3-4 звонка в неделю – это, с одной стороны, совсем немного, но, с другой стороны, если мы знаем, что каждый звонок стоит нам денег, а тем более мы-то знаем точно, сколько стоит нам каждый звонок, и стоит он дорого, мы заинтересованы в том, чтобы снизить процент неотвеченных вызовов до нуля. Ну и вот сейчас мы работаем над этим, ищем в своей компании добровольцев, которые будут готовы и ночью просыпаться, чтобы ответить на вызовы от наших потенциальных клиентов. Вас, конечно же, к этому не призываю, но хотя бы сделайте так, чтобы в предвечернее и вечернее время количество неотвеченных вызовов снизилось до, ну, желательно до нуля, конечно. Совет номер 7. Он тоже такой более не технологический, а организационный. Подготовьте ваших операторов к работе с клиентами. Дело в том, что по статистике, которую мы получили, проведя вот это вот масштабное исследование российских компаний, мы увидели, что примерно половина компаний, операторы примерно в половине компаний вообще не понимают, как разговаривать с клиентами, как делать так, чтобы клиент был удовлетворен звонком, как привести клиента к цели компании, то есть к продаже товара или услуги. И вы, конечно же, можете это почувствовать на себе и постоянно чувствуете. Когда звоните куда-то, понимаете, что оператор, с которым с вами общается, например, абсолютно некомпетентен, не может ответить на вопрос или просто мнется. Ну или даже, в конце концов, лично мне неприятно, когда я звоню в какую-то компанию, и со мной там банально не здороваются. Это говорит о том, что в этой компании нет сценария телефонного разговора, и операторы, разговаривающие по телефону с потенциальными клиентами, просто не знают, как себя с звонящими посетителями вести. Так вот, совет очень простой. Разработайте сценарий общения оператора с посетителем, с позвонившим посетителем. Пример такого вот простейшего сценария, как раз приведен сейчас на слайде. Этот сценарий создаст такую дорожную карту для ваших операторов, как вести себя с посетителем, как сделать так, чтобы его цель, цель посетителя, с которой он вам позвонил, была достигнута с, ну скажем, с наибольшим процентом конверсии для вас. Это на самом деле очень просто, и я очень сильно удивляюсь, почему большинство компаний до сих пор до этого не додумались. Совет номер восемь. Контролируйте ваших операторов. Даже если вы воспользуетесь советом номер семь и наладите процесс общения операторов с позвонившими посетителями вашей компании, это не будет означать, что у вас не будет осечек и не будет проблем. В любом случае будут неотвеченные вызовы, в любом случае будут операторы, которые, скажем, поленились разобраться со скриптом или проявляют какую-то ненужную самодеятельность. И здесь на помощь приходит вот такой вот простейший инструмент, который называется тегирование звонков. Это означает, что вы придумываете, например, 3-4 различных тега, которые будут означать, чем завершился каждый конкретный звонок, в зависимости от того, достигнут был результат или нет. Ну вот здесь вот на экране вы можете видеть такие теги, как «Продажа успешна», «Позвонил действующий клиент» или «Продажа сорвалась». Каждый день или, может быть, раз в неделю какой-то специальный выделенный сотрудник занимается прослушиванием всех входящих вызовов и тегирует, то есть маркирует звонки, используя различные теги. После этого вам, как руководителю, например, или как лицу, заинтересованному в повышении конверсии телефонного канала «Продаж», остается лишь посчитать количество различных видов тегов и увидеть, какой процент сделок, например, в вашей компании срывается. Затем организуем совещание, организуем встречу с операторами, совместное прослушивание такого рода неудачных звонков, и в итоге это позволяет очень быстро повысить конверсию, очень быстро повысить сознательность всех участников процесса в грамотном, качественном обслуживании клиентов. Кстати говоря, вот это последний из советов, о которых я вам хотел рассказать. И вчера совершенно случайно я получил отзыв от нашего недавнего клиента, который как раз рассказывал о том, что вот эта штука, возможность тегирования звонков и дальнейшей работы с ними очень сильно помогла повысить конверсию. Дело в том, что в этой компании первая функция, которую они воспользовались в нашем инструменте, это вот такая вот простая функция, пометка звонков. И в результате директор этой компании, директор крупного интернет-магазина, просто взял и послушал неудачные звонки по нескольким рекламным кампаниям. И вы знаете, как сказал мне директор этого интернет-магазина, они и раньше занимались прослушиванием звонков, то есть у них все звонки писались, и они прослушивали их все скопом. Но когда, говорит, они поняли, что, например, вот эти неудачные звонки сопоставлены с конкретными рекламными кампаниями, и поняли, сколько именно, сколько конкретно денег потрачено впустую, благодаря некачественной работе операторов, сразу же появилась идея, что с этим нужно срочно делать, и, в общем, проблема была решена, ну, действительно, за пару дней. Вот такой вот отзыв я получил, и это действительно подтверждает важность и применимость этого совета. Ну что ж, на этом, на самом деле, с основной программой, с тем, о чем я хотел вам донести, мы подходим к концу. И перед тем, как перейти к ответам на ваши вопросы, если они у вас будут, я хотел бы сделать такое маленькое заключение. Конечно же, объем информации, который сегодня я на вас, ну так скажем, вывалил, количество различных советов, фактов, опровергенных заблуждений, оно довольно велико. И, может быть, будет непонятно, с чего начать, какие шаги сделать следующими. Так вот, я призываю вас не распыляться, не пытаться, например, применить сразу все советы, о которых я вам сегодня рассказал. Подумайте, что будет наиболее важным именно для вашей компании, что должно принести повышение конверсии телефонного канала продаж именно вам. Ну, например, может быть, наиболее важным, наиболее актуальным для вас будет внедрение, отслеживание телефонных конверсий по разным рекламным каналам. И понимание действительной конверсии в звонки для рекламных каналов и принесет вам тот инсайт, который вам необходим для повышения конверсии. Но, может быть, вы выберете что-то другое. Например, самый простейший вариант – это послушать разговоры ваших операторов и решить, нужно ли вам внедрение сценариев общения с позвонившими посетителями. Опять же, скажу по своему опыту, если вы начнете решать проблемы, повышать конверсии телефонного канала продаж именно с этой задачи, то вы увидите результат уже буквально через несколько дней. Таким образом, призываю вас не распыляться, выберите одну-две задачи, которые актуальны именно для вашей компании, и начинайте именно с них. Увидите, что это повышает конверсию, увидите, что конверсия телефонного канала продаж выросла, и это, соответственно, подстегнет вас двигаться дальше. Ну что ж, спасибо. На этом основная программа моя на сегодня закончена. И сейчас, если у вас есть вопросы, я буду рад на них ответить. Ну что ж, Дмитрий, да, действительно, ты буквально обрушил нескончаемый поток информации на участников вебинара. Я думаю, что они еще долго будут разбираться, поскольку все сценарии жизненные, все сценарии актуальны, и каждый из них требует отдельной проработки. Впрочем, у нас один вопрос все-таки есть. Он уже успел поступить. Светлана задает вопрос. Как быть, если физически нет возможности ответить онлайн, то есть сразу клиенту по наличию товара, и для этого нужно где-то брать данные? Как правильно задать вопрос или как себя повести? Ну, такой вот сценарий тебе еще предлагают. Я бы смог бы ответить более качественно, скажем так, используя свой опыт работы в области интернет-маркетинга, если бы Светлана уточнила, в какой именно области деятельности оперирует ее компания. Может быть, у нас удастся получить такой вот быстрый комментарий для того, чтобы мой совет был более качественным. Потому что не зная конкретные зоны бизнеса, не зная бизнес-процессов, с которыми работает Светлана, я могу ограничиться лишь какими-то более общими словами, чего мне бы не очень хотелось делать. Есть ли у нас возможность получить такой вот дополнительный комментарий от Светланы? Ну, мы обращаемся к Светлане. Светлана, если вы нас сейчас видите, слышите, успеете задать вопрос. Да, вот я вижу уже быстро ответ. Отлично. Прекрасно. Это керамическая плитка, сообщает Светлана. Керамическая плитка. Ну что ж, вы знаете, на самом деле, если вы работаете с видом бизнеса, в котором, соответственно, невозможно не то, что быстро отреагировать, а невозможно вот такая вот быстрая продажа, да, позвонил, получил ответ на вопрос, купил, то в вашем бизнесе, а я, кстати говоря, немножко с керамической плиткой и с керамогранитом сталкивался с точки зрения интернет-маркетинга, с продвижением и продажей таких товаров, действительно необходимы консультации, и ваши конкуренты будут работать точно так же, как и вы. То есть, ваша задача — получить так называемый лид заинтересованного посетителя, который обратился к вам по телефону, используя онлайн-консультант или какой-то другой канал коммуникации. И в вашем сценарии телефонного разговора ваша задача будет зафиксировать потребность посетителя, потребность позвонившего посетителя в том товаре, который у вас есть, взять от него заявку на выполнение какого рода обязательств, ну, например, на расчет или на ответ на вопрос. И я так думаю, что целью первой беседы оператора вашего сайта с посетителем, вот то, к чему он должен привести разговор с позвонившим посетителем, будет следующее. Вам нужно будет договориться о том, что через какое-то время, ну, не знаю, как построены бизнес-процессы вашей компании, за сколько вы сможете обработать эту заявку. Может быть, через полчаса, может быть, через час, может быть, даже через день, если там нужен ответ от партнеров, находящихся в другой стране. Вы обязательно назначаете следующую дату контакта с позвонившим посетителем и договариваетесь о том, когда вы продолжите беседу, когда вы предоставите посетителю всю интересующую его информацию и затем поведете разговор к следующему пункту, да, уже к принятию решения о покупке. Я думаю, что вот вам нужно построить процесс именно так. Ну что ж, спасибо, Дмитрий. Я думаю, что Светлана оценила твой совет, и тем более сразу видно человека, который действительно имел реальный маркетинговый опыт работы с керамической плиткой керамогранитом. Как видишь, я сказал, что обрушил большое количество сценарий на нашу голову, вот, и тут уже добавился еще новый сценарий, действительно, наши зрители переварят. Впрочем, у нас уже есть еще один вопрос. Сергей задает вопрос. Есть один скользкий вопрос. Неотвеченные звонки появляются практически при любом построении схемы. Это может быть глюк, техники или занятость. Как подключить... Нет, это уже другой вопрос. Да, ну вот есть скользкий вопрос, да, то есть неотвеченные звонки появляются практически при любом построении схемы. Ну, как этого избежать? Не понял. Да, это, в общем-то, вопрос фактически не вопрос, наверное, возражение зрителей. Ну, действительно, все в жизни бывает. Одно тело схема, с другой стороны реальность. Вы старайтесь так, чтобы система не сбоила. Это я уже за тебя отвечаю. Ну, я могу прокомментировать со своей стороны только, вот, открыв еще параллельно слайд, который был у меня в презентации на эту тему. Действительно, смотрите, мы видим потери, потерянные звонки. И они всегда будут. Что я могу бы посоветовать? Каждый раз разбираться в причинах потерь. Либо, например, как только что сказали, да, сбоит техника. Не смогли соединить, или там не сработала переадресация, или не зазвонил телефон. Это одно дело. И это, конечно же, легко поправимо. Только нужно разобраться, что причина потери в этом. Либо причиной потери может быть человеческий фактор. Ну, вот, как у меня на картинке, менеджеры ушли покурить, не оставили дежурного и забыли, что кто-то должен отвечать на звонки. Кстати говоря, такая вот ситуация, как ни прискорбно, встречается гораздо чаще, чем какие-то технологические проблемы. И хотя на первый взгляд кажется, что она наиболее простая, но знаю по опыту внедрения этой схемы во многих компаниях, искоренить ее порой бывает очень сложно. И тут необходимо такое идеологическое вмешательство, идеологическое давление со стороны руководства. Также причиной потери может быть просто звонок в неурочное время. И это уже решается с помощью сценариев виртуальной АТС. То есть на самом деле, какие бы причины потерь мы ни брали, с ними всегда можно работать и можно добиваться того, чтобы потерь становилась меньше. Ну, вопрос в том, что, конечно же, потери всегда будут. И, к сожалению, довести количество потерянных звонков до нуля, ну, это, конечно же, теоретически достижимые задачи, но на практике их можно свести к минимуму, но потери все равно всегда будут. Ну, может быть, это такой мотивирующий фактор для маркетолога. Всегда есть поле для деятельности и всегда есть, что совершенствовать, над чем работать. Юлия задает вопрос. Как подключить колл-трекинг, какой код использовать? Как подключить колл-трекинг, какой код использовать? Ну, вопрос, на самом деле, может быть с подковыркой, но на самом деле ответ на него очень простой. Для того, чтобы подключить колл-трекинг, нужно получить доступ к сервису колл-трекинга, которым вы хотите пользоваться. К примеру, если мы говорим о Comagic, да, о сервисе, на котором я строил примеры, которые показывал вам во время сегодняшней презентации, подключить его очень просто. Вы просто заходите на сайт comagic.ru, регистрируетесь в сервисе и затем получаете вот тот вот код, который я сегодня в презентации показывал. Я даже сейчас еще раз его открою. Вот он, код, который необходимо будет установить на ваш сайт. После того, как вы установили на ваш сайт код и пометили специальным HTML-тегом то место на сайте, где выводится на сайте номер телефона, все, настройка колл-трекинга завершена, он настроен и, пожалуйста, можете пользоваться. Спасибо, Дмитрий. Кирилл задает вопрос. В приведенных примерах речь шла об использовании колл-трекинга в интернете. Применима ли эта услуга к принту? Например, 5 изданий, 5 различных модулей, 5 виртуальных телефонов. Да, спасибо за вопрос. Вопрос действительно хороший, потому что я сегодня говорил действительно только об онлайне, но на самом деле механика колл-трекинга, колл-трекинг как инструмент, конечно же, применим и к анализу эффективности оффлайн-рекламных компаний. И более того, мы сами постоянно занимаемся и анализом эффективности оффлайн-рекламных компаний. Например, если печатаем какую-то листовку или размещаем где-то баннер или какой-то еще оффлайн-рекламный материал, конечно же, всегда резервируем номер телефона и затем учитываем количество звонков, которые поступают именно по этому номеру телефона. Можно даже пойти дальше, но это такой, может быть, уже более продвинутый метод работы с оффлайн-конверсиями. Например, если у вас есть оффлайновая рекламная компания, к примеру, давайте возьмем какой-то простейший пример, пусть это билборд, который размещен где-то на дороге, машины едут мимо, пешеходы идут, на билборде есть телефон вашей компании, допустим, это специальный номер телефона, который выделен специально под этот рекламный канал, и звонки на него будут анализироваться и логироваться как принадлежащие к этому рекламному каналу. К примеру, что будет, если посетитель решит зайти на ваш сайт, а потом уже позвонить? На билборде тоже размещен ваш сайт, URL вашего сайта, и вот на первый взгляд кажется, что здесь как раз нас поджидает большая проблема. Если посетитель не позвонит вам сразу, а сначала зайдет на ваш сайт, это приведет к тому, что его такая вот принадлежность к этому рекламному каналу будет утеряна, и вы как будто бы тоже не сможете уже его проанализировать. И эта проблема тоже имеет решение. Обычно для вот таких вот оффлайн рекламных каналов, для таких больших серьезных каналов используются специальные площадки, в роли которой может выступать, например, двух-трехбуквенный поддомен вашего основного сайта или какой-то специализированный промо-сайт, роль которого будет заключаться в том, чтобы посетитель, который набрал адрес этого сайта, был с него редиректнут, перенаправлен на ваш основной сайт, и при этом ваш основной сайт, на котором уже используется инструмент колл-трекинга, опознает посетителя как перешедшего по вот этой вот оффлайн рекламной кампании, и, соответственно, нужный номер телефона на сайте отобразит. Ну, это такой уже совсем продвинутый метод для маркетологов, которые оперируют не только в интернете, но и работают с оффлайн рекламными каналами. Я, конечно же, сегодня и не планировал о нем рассказывать, но вот раз уж речь зашла, рассказал, и надеюсь, что это может быть для вас полезно. Ну что ж, спасибо, Дим, большое не только за интересный вебинар, но еще и за подробные, вдумчивые ответы всех наших зрителей, наших участников вебинара. Спасибо тебе большое. Спасибо. Я со своей стороны тоже благодарен за вопросы, которые показывают, что материал действительно вызвал интерес, и вопросы, на которые было приятно отвечать. Спасибо, и если все-таки возникнут еще какие-то дополнительные вопросы, то обязательно их задавайте, когда запись вебинара будет выложена, либо сейчас переведу слайд на самую последнюю страничку, на которой будет показан мой e-mail. Вот мой e-mail, пожалуйста, обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад на них ответить. Спасибо. Я тоже, в свою очередь, присоединяюсь к Дмитрию. Напоминаю, что с нами был Дмитрий Кудинов, директор компании Comagic. Вы можете еще некоторое время видеть его координаты, связаться с ним, и, возможно, у вас возникнут вопросы, и на сайте SEOPult.tv вы можете задать свои вопросы, и Дмитрий обязательно на них ответит. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok